Я сегодня хочу поговорить с вами об одном психологическом состоянии, которое очень распространено, к сожалению, очень распространено в современной России. Это состояние неверия, упадка сил, ну того, что мы называем депрессией или просто депрессухой. Я сразу подчеркну, что речь не идет о клинической депрессии, потому что это предмет медицинской заботы и медицинского наблюдения. А именно говорю о том состоянии, которое бывает у каждого из нас, к сожалению, чаще, чем хотелось бы. У меня, конечно же, оно тоже бывает. Вопрос в том, что состояние уныния, оно в христианстве, если вы помните, считается смертным грехом. Седьмым, если мне память не изменяет по счету, я задумался, почему оно считается смертным грехом. То есть это грех обратить внимание именно по отношению к себе, не только по отношению к близким и социальному окружению, потому что если мы в депрессии, унынии и неверии в свои силы, мы не можем выполнять свои обязательства по отношению к ним, свои служебные или социальные или семейные обязанности. Но грех по отношению к самому себе, потому что, когда мы не верим в себя, мы искажаем собственную сущность, мы начинаем деградировать. Наша жизнь претерпевает деформацию, а жизнь — это постоянное преодоление, это постоянный рост над собой. И если мы стоим, как нам кажется, стоим, на самом деле мы начинаем незаметно для себя опускаться. Как с этим состоянием справиться? Я думаю, что все вы знаете рецепты, они общеизвестные, общеупотребительные. Здоровый сон, полноценное питание, секс — прекрасное средство, спорт, прогулки на свежем воздухе, развлечения. Главное, конечно, это любовь родных и близких, потому что если мы знаем, что нас любят, мы знаем, ради чего нам жить. Но, как бы ни были хороши и правильные все эти рецепты, все в конечном счете упирается в самого человека, который претерпевает такое болезненное и скорбное состояние. Если он сам не начинает преодолевать себя, то, конечно, никакие рецепты и врачи, и даже медикаменты не помогут. То есть все в конечном счете в нас самих. И на этот счет есть замечательное место в Евангелиях, когда Христос говорит расслабленному Капернауме «Встань и иди». И нам, когда мы находимся в состоянии неверия, упадка и уныния, тоже приходится вставать и идти. Или, как барон Мюнхгаузен, тащит себя за волосы из болота. Ну, вот я лишен такой возможности, к сожалению. Поэтому «Встань и иди», говорю я себе. И это работает. К сожалению, источники причины депрессии чаще всего находятся не внутри семьи, не в нас самих. Они находятся в факторах, которые, как нам кажется, от нас не зависят. И главный из этих факторов – это политика нашего государства. Она организована таким образом, что государство обессмысливает нашу жизнь. Она принимает чудовищные законы, которые душат любую инициативу и которые античеловечные. Повседневные практики этого государства – это практики насилия, безразличия. Оно забирает у нас огромные налоги, не обеспечивает нам ни безопасности, ни здравоохранения, ни образования. Государство враждебно всему здоровому, правильному и честному, что есть в России. Оно пытается все это искоренить. И как следствие, это, кстати, результат во многом действия государственной пропаганды, у людей формируется синдром выученной социальной беспомощности. То есть беспомощности целой нации. Что мы с вами постоянно слышим рефреном пропаганды, неважно государственной или в социальных сетях, которую тоже зачастую ведет государство, у вас ничего не получится. Все это бессмысленно. Смиритесь, так было и так будет. Если от этого яда, который проникает в души, отравляет сознание и сердца, если от этого яда рецепт, да, он точно такой же, как и в случае с депрессией у личности. Встань и иди. Начни сопротивляться. Вспомни, что нас много. Нас много на каждом километре. Вспомни о том, что эта страна по праву истории, по праву рождения принадлежит нам, а не тем, кто навязывает нам свою дурную волю, дурные и злобные законы. Продолжение следует... Продолжение следует...